Остановка есть, а крыши нет. Кировчане жалуются на состояние остановочных павильонов в городе. Их, напомню, обещали привести в порядок ко дню города. Где ждать транспорта неприятно, а где даже опасно, расскажет Наталья Бакерина. Вместо крыши и решето, перегородки исписаны, аншлаг сломан. Остановка улица Азина рядом с привокзальной площадью больше напоминает декорацию к боевику. Хотя, утверждают кировчане, во всем виноват ветер. Она уже два месяца находится в таком состоянии. Вот в конце мая вот с нее сдуло крышу, и все на этом. Раньше она хотя бы тень давала, а теперь этого нет. Можно же было сразу же все исправить. Увидели, что крыша сломана, сразу же ее сделать. Ну, кому-то это не нужно, просто и все. Если бы был дождь, я бы сразу заметила, так как сегодня солнце не обратило внимания. Спасибо, указали. Хотя падать с крыши уже нечему, потому что самой крыши нет, кировчане все равно держатся от остановки подальше. Благо, места, чтобы отойти, хватает. В отличие от остановки – троллейбусный парк. Здесь жалуются люди, перед павильоном нет асфальта. А в дождь подойти к автобусу – настоящее испытание. Когда снег тал, и дождь идет, невозможно просто даже пройти. Здесь лужа стоит. Либо по проезжей части, либо за остановкой надо обходить. Кто-то повесил на остановку это объявление. Хотя и сама остановка, по словам местных жителей, такая же кривая, как то, что предлагают здесь купить. И таких в городе много, рассказывают кировчане. И грязные, да. И вот то, что либо боковины оторваны, либо крыши. Если укрыться от дождя на такой остановке еще удастся, хотя это тоже вопрос спорный, потому что крыша треснула, то присесть на такую лавочку рискнет не каждый. Между тем, кировские остановки обещали привести в порядок к дню города. После праздника прошло меньше месяца. Очевидно, что до некоторых павильонов комиссия по благоустройству так и не доехала. Наталья Бакерин, Алексей Зырянов, Бюро новостей, Довича. О состоянии кировских павильонов мы поговорим с участником рейда по остановкам общественного транспорта. У нас в студии Владимир Клобуков. Здравствуйте, Владимир. Скажите, мы посмотрели сейчас сюжет. Такие примеры остановок – это скорее исключение или правило? Это скорее правило, потому что город бедный. Собственно говоря, как правило, не хватает денег на основные какие-то нужды. И на остановки выделяются деньги только по остаточному принципу. Собственно, результат этого мы и наблюдаем на улице города. Мы сегодня спросили у кировчан в нашей группе ВКонтакте и Девятка ТВ, как они считают, в каком состоянии кировские остановки. И вот лидирует вариант ответа – 45% набрал по большей части в плохом. Следующие за ним ужасные, за ними не следят. То есть большинство людей считает, что у нас остановки плохие. О том, что остановки находятся в плохом состоянии, известно не первый год, прямо скажем. И говорит, что все плохо – это неконструктивно. Ну, плохо и плохо. У кого неплохо? Собственно говоря, даже в Москве, если внимательно присмотреться, с остановками тоже неполный порядок. Но может быть не такой большой процент. Да, не такой большой процент, но там неполный порядок. То есть у киров в этом плане ничем не отличаются от других городов, потому что там тоже все плохо с остановками. И для этого, собственно говоря, мы и проводили рейд, чтобы не говорить, что вот все плохо, плохо, плохо. А создать какую-то таблицу, в которой разобрано, что конкретно плохо. И с какими остановками? И что у нас плохо? У нас плохо, можно сказать, что практически все. Единственное, там остановки, которые более-менее приближены к ГОСТу, а мы составляли наши критерии оценки на основании ГОСТов по большей части. Единственное, что мы смотрели вне ГОСТов – это площадка, доска для рекламы. И оказалось, что у нас более-менее цивильные остановки, скажем так, находятся в центре города. Ну, что неудивительно, в общем-то. Но и даже в центре города далеко не все остановки удовлетворяют требованиям ГОСТов. То есть на каких-то нет мурн, на каких-то там ямы в покрытии, на каких-то там просто поврежден павильон. Самое распространенное – какие нарушения? Ну, то, что поврежден павильон, потому что их поставили-поставили, и никто не монтирует. То есть там даже если машина там едет по мне, то администрация не поспешит, собственно говоря, что-то исправлять. Плюс у них очень плохая крыша часто. То есть это дешевый поликарбонат. Ну вот вы прошли рейд, составили, да, какой-то список нарушений остановок, которые не соответствуют ГОСТам. Что дальше? Ну, мы провели два рейда. И после первого мы составили таблицу, отправили ее в департамент благоустройства. То есть у нас у каждой остановки была оценка. То есть если там не поврежден павильон, плюс один балл. Если поврежден, но не критично, полубала. Если, ну, действительно, выглядит просто ужасно, составили ноль. И также по уровням и так далее, и так далее. Ну, это понятно, это все наблюдательный момент. Но что делать дальше вот с этими результатами? Ну, можно расставить на основании их приоритеты. То есть посмотреть, где остановки, ну, действительно, как бы, сопоставить географическое местоположение, допустим, установки, если она в центре, и у нее там, ну, скажем, два балла или там три, может быть. На нее, в первую очередь, кинуть свои там силы, да? То есть... Ну, а кто будет кидать эти силы? Вы думаете, кто-то будет кидать свои силы? Ну, на самом деле, после первого рейда, даже, несмотря на то, что шло завершение года, Владимир Быков, тогда еще глава города Кирова, распорядился выделить деньги на новые павильоны. И новые павильоны действительно поставили. Другой вопрос, что они выглядели, скажем так, не очень хорошо, но все-таки они были. Я могу вам дать, скажем так, такую эксклюзивную информацию, полуэксклюзивную, что мы в ближайшее время, из-за того, что у нас полностью снился состав руководителей города, то есть у нас новый глава, у нас новый глава администрации, там, состав депутатов уже всегда поменялся. Вы им свои результаты передадите. Мы еще пройдем один рейд и... Передадите результаты. Да, в ближайшее время. Спасибо большое, Владимир. Мы с вами прощаемся и продолжаем дальше.